Всем привет ребята, здравствуйте, с вами братуха, и это игра Вароботс, но это не только игра Вароботс, это еще и честные, самые честные, непредвзятые комментарии под новостями, которые оставляют в официальной группе ВКонтакте. Сейчас мы, ребята, откроем ответы самые популярные, которые, видимо, еще не успели удалить разработчики, вернее, в смысле админы группы, или они не удаляют такие комментарии, свершилось чудо за критику, теперь, возможно, не банят только за оскорбление, может быть. А потом мы сыграем с вами один бой в лежачем состоянии, хочу вам сказать, что сегодня был стрим, и лежа играть неудобно, руки затекают. Давайте, ребята, откроем комментарии, комментарии были к этой новости, ну, как проходит неделя, друзья, держитесь ли вы в строю? Непонятно, каким образом мы держаться должны в строю, и за что, и почему, вот тут очень непонятно, в каком плане, в плане алкогольного опьянения, в смысле, в отсутствии алкогольного опьянения, в плане игры, в плане семейного благополучия, здоровья, я не знаю, что, в чем плане, в чем, в каком, ну, как проходит неделя, друзья, держитесь ли вы в строю? Ну, я порвал связку, маленькую связку порвал, но болезненно и неприятно. Связка порвана, гематомы внутри есть, это говорит о том, что связка порвана, это было на УЗИ проверено сегодня. Кстати, оператором работает мой одноклассник, было очень приятно, когда я заказал такси обратно, уже с больницы, я вчера на такси ездил, сегодня на такси, и вот там, привет, Володя, сейчас такси подъедет, можно ли, личный вопрос, почему ты на такси катаешься? Я говорю, ты имеешь ввиду, что я разбогател в этом плане? Нет, я не разбогател, как работал на кирпичном заводе, так и работаю, а на такси езжу только потому, что я повредил ногу и не могу ходить пешком, а на костылях очень далеко ходить. И деньги использую ребят, которые мне донатят, так что семейный бюджет не хромает. В общем, было приятно поговорить, коротко, конечно, но приятно, что меня по голосу узнали. Ну, как проходит неделя, друзья, держитесь ли вы в бою, давайте посмотрим комментарии. Комментарии у нас вот такие, вот Владимир Славянский пишет, лаги, глюки, это самый популярный, заметьте, самый популярный комментарий, 121 лайк набрал. Лаги, глюки, баги, телепорты, читай первые 4 заглавные буквы и кое-что узнаешь про разработчиков. Роботы не умеют с горки спускаться, прицел слетает. Интересно, какие ЛГБТ, 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 я думал слово какое-то читать, а тут аббревиатура ЛГБТ. А при чем тут ЛГБТ? Ты имеешь в виду Владимир Славянский от ЛГБТшников, такой оставил комментарий, или разработчиков в этом действии как бы обвиняешь. Хочу сейчас сказать, что вряд ли там ЛГБТ пахнет, потому что они все рыжие, а это означает, что они все братья, так что тут не канает. Ну и 13 ответов он имеет, так что, ребята, заходите, читайте, что ответили по этому поводу товарищи. Это при том самый популярный ответ, и заметьте, его никто не удалил, но это радует, это радует, такие вот подъемы должны быть засчитаны, я так считаю. Молодцы, конечно. Без оскорблений, так, тонкий навек, это мне нравится, мне тоже так делают, я не удаляю. 30 ответов получил Хаяк Варданьян, и при том он даже в последний свой ответ оставил, видимо он с кем-то разговаривал, 22 лайка набрал. По нерфойти Титанов Минга на Драгунах. Это дисбаланс полный, игра стоит, как выходят Минги. Хаяк Варданьян абсолютно прав, с ним полностью согласен. Летающий робот на Драгунах 600 метров, что я и планировал, если брать Титана из тех, которые присутствуют, и вооружение, которое присутствует, я сначала думал, это Ауминг на Царях, но они 500 метров, и Драгуны его разберут другого Ауминга. Соответственно, Ауминг должен быть на Драгунах, при том 4 вкачаных Драгуна, Бета и Альфа, сносят твоего робота, и не важно, Фантом он или тот же самый Лич, потому что они пробивают сопротивление. Это, я считаю, полное, максимальное пробитие сопротивления. Надо как-то менять, как-то балансировать, потому что любое вооружение разбивает противника. То есть, можно, например, на Титанов пулеметы оставить для того, чтобы они имели сопротивление. То есть, на пулеметах оставится пробитие. А на других пушках можно пробитие не оставлять. Ну, зачем? Можно убрать. Но разработчики, конечно же, пока это все починят, пока сами догадаются, пока им кто-то подскажет, пока суть до дела, много воды утечет. И так что, Хаяк Варданьян, пожалуйста, терпи, будь как мы, терпеливым. 22 лайка набрал, Хайк, Хак или Хаяк, извини. Александр Свирин написал, давайте скидку на прокачку. 45 лайков набрал, молодец, вчера в 13.01. Ответил, молодец, прямо вот скидка на прокачку, иначе вот все дорого, а такие комментарии не единожды. Марк Шилков, серебра нет, но вы держитесь. Знакомая всем фраза, все знают, да, что кто это слово сказал, денег нет, но вы держитесь. Бывают глупые люди во власти. 30 лайков набрал, ну, тоже ничего так, молодец парень, Марк, красавчик. Александр Дрыженко, не трогайте дробовики, качать заново оружие, никто не будет. 26 лайков. И вот Артем ему ответил, да им насрать, насрать, 6 лайков набрал. На самом деле, им насрать, Александр, я хочу сказать, что им насрать на твое мнение, насрать, что ты будешь качать. Самое главное, это предоставить богатым людям возможность для доната. А ты, это, как говорится, один из шариков в большой подшипник машине, понимаешь? Ты даже не подшипник, ты шарик. Вот в чем фигня. Я еще более-менее могу быть подшипником, а вот это точно шарик. Шарик в подшипник, а подшипник крутит всю эту машину. Но на самом деле подшипник, а потом двигатель. Вот двигатель, это донатеры, вот они двигатель, да, они эту машину везут. Двигатели остановятся, машина заглохнет. Следующий комментарий. Лариса Горнова. Пересмотрите свою экономику, все очень дорого качать. Серебра, мало, 18 лайков. Игорь пишет Ларисе. Эта игра нацелена на финансовое благополучие пиксорников. Ничего не изменится. Он абсолютно прав, он абсолютно прав. Могут, конечно, вводить новые какие-то маленькие вентики для того, чтобы вы маленечко обогащались. Но это чисто, как сказать, вы будете... Это то же самое, что свинья жрет постоянно капусту и только по праздникам ей дают яблочек. А так все остальное свое, как говорится, мясо там или что она наращивает на капусте. Ну так, примерно, капуста или картошка, в общем, вы поняли суть. Андрей Петров пишет, объединение-то когда? Долго нам еще рандом пинать? Уже в игру перестали заходить тупо из-за того, что играть не с кем. О каком донате тут может идти речь? Маркетологи хреновы. Андрею отвечают, обещали в конце февраля. Ну что ж, Константин, обещанного три года ждут. Ну и, в принципе, ждем, ждем, когда хлынут новый поток свежих игроков, свежих донатеров с iOS на Android и с Android на iOS. И будет в чемпионке весело. Вот там действительно Андрей Петров, который, видимо, сейчас занимает первые места, раз ему нет конкурентов, появится конкурент Андрей Петров, и ты будешь занимать последние места. Соответственно, хуй тебе... Извините. В смысле, хутор. Хутор, да, я хотел сказать. Хутор тебе будет вместо дворца. Вот так вот. Сергей Шорохов пишет, держимся. А вы чините в срочном порядке ваши лагучие сервера. 10 лайков, Серега, молодец, все правильно. Лаги присутствуют у меня, лаги есть, я на компьютере играю. А что говорить о телефонах, которые не очень-то слишком, как сказать, мощные, или даже на мощных телефонах при нагреве тоже идут лаги, идут телепорты, проседания FPS и так далее. Надо игру облегчать, а не усовершенствуя ее утяжелять. Я думаю, что в любом случае надо вводить настройки по настройке графики и производительности. Чтобы каждый мог выбрать себе играть без графики, но без лагов. Или с графикой, но с лагами. Итак, следующий комментарий. Это у нас Серега, да, извините. Следующий комментарий. Алексей Бычко. Теперь отлично. Вчера психанул и удалил вашу игру. Теперь не псих... Не психу я из... Теперь не псих я. И спокоен, как удав. Оценочку поставил за вылеты из боя в ангар соответствующую. Прощайте, пиксоники. Не вернусь теперь никогда. 13 лайков поддержала Алексея Бычко. Еще один игрок покинул игру. Я понимаю, что разработчикам абсолютно насрать на этого бедного игрока, который не может спонсировать пиксоников. Но это игроки, как сказать, держат онлайн. Вот если все игроки серые уйдут, то золотые играть перестанут. Им надоест. Никита Евтенко похвастался, что у него есть паук. Там внизу написали, что паука раздали всем. Но у каждого свое счастье, ребята. Давид Кентович удалил игру. Еще один игрок оставил такой не очень положительный комментарий. Алексей Кочаров. Скидок нет, но вы держитесь. Фраза повторяется. Личей уберите со всем, чтобы их не было. Алексей Кочаров обижен на Личей. Ну, всякое бывает. Андрей, не уберут. Терпи или качай сам Лича. Я уже удалил из-за того, что играть невозможно. Хотя я вам писал, чтобы исправили. Ненавижу. Алексей Шилтов написал такой интересный комментарий. Ненавидит даже. До такой степени разработчики влияют на игру. Леша Лешечкин. Спросили, как проходит неделя. А опять слезы полились со всех сторон. Что ж вы такие меркантильные? Кому и что он написал, непонятно. Но что-то, видимо, кому-то он написал там. Меркантильные. Это, наверное, он имел ввиду тех ребят, которые начали писать негативные образы. А что ж ты думаешь, Леша Лешечкин, они должны были написать все ништяк прекрасно, да? Ладно. Олег Калина пишет. Следующее событие. Когда? Очень нравится всякие сундуки открывать. Как в лотерее? В надежде чего-нибудь крутого и халявного отхватить. Вот это положительный комментарий. Следующее событие спрашивает Олег Калина. Ответьте нам, пожалуйста. Но я думаю, что неделька-две, наверное, придется подождать. Пока они придумают. Не все так быстро. Но позитивный комментарий мне понравилось. Серега Мельник пишет. Если имеете ввиду игру, то, если честно, надоело воевать одному и тащить команду. За 4-5 минут остаюсь один против всех красных. Это в чемпион лиге. Роботы. Максимальная качка 9-10 уровня у большинства игроков. Хоть бывает кланы, топы попадаются и можно норму поиграть. Либо игроков меньше стало, либо это нашествие новичков, случайно окажавшихся в чемпион лиге. Или, или, или все вместе. Серега Мельник. Скорее всего, все вместе. Ждите объединения платформ. Александр Рябов. Лаги и баги. Серы мало. Вот такие коротко и понятно. Спасибо за комментарий. И это был последний, ребят, комментарий. Ничего не поделаешь. Вот такие вот у нас комментарии, ребята. Это честно. Надеюсь, никаких комментариев не было удалено. И мы сейчас, ребятухи, сыграем с вами один бой. Но мне не очень так-то удобно играть. Сейчас попробуем. Сначала возьмем одну поставочку и сыграем сегодня в другой позе, да. Назад. Нажимаем и... В принципе, я готов. У нас 40 миллионов серебра стоит на прокачку реактор до 4 уровня. Мы готовы прокачать его до 5. И чтоб до 6 надо, еще 40 миллионов. Вперед, ребята, на смерть в режим превосходства. В режим стычку я уже играл. Очень интересно. На пауках. Поиск игроков в среднее время ожидания 5 секунд. Ну, не сказал бы, что мало игроков в игре. Хотя сейчас 10 секунд. 11, 12, 13. Нет, нормально. Игроков приличное количество. По всему миру заходим. Возьмем Ауджана. Я сейчас в последнее время, ребят, беру Ауджана. Мне, конечно, прицеливаться... Блин, лежа неудобно. Попробуйте сами поиграть лежа. И чтоб экран у вас был ровный, а голова была на боку. Сомневаюсь, что вам очень так понравится. Сейчас я попробую подойти пешочком, чтобы там долететь спокойно. Но я сомневаюсь, что хватит полета для того... Ну, хватит полета, чтобы долететь до того маяка. Как видите, я не пошел участвовать в бой. Не пошел стрелять. Я пошел за маяком. То есть даже вот так вот надо делать. Чтобы победить, надо брать маяки, ребята. Долетел, смотрите, долетел. Реально долетел, здорово, приятно. Кстати, тут фантом. Скорее всего, я зря сюда прилетел. Давай, фантомчик, давай. Интересны какие-то пушки у фантомчика. А, он телепортнулся, оттого и был такой взрыв. Очень лежа, плохо мне прицеливаться. Не могу видеть противника. Но так в общих чертах домашку наносим. Это не гонка за маяками. Быстренько-быстренько сливаем пацанишку. И, конечно же, попытаемся сейчас... Вот он полностью меня слил. Фантом прячется за меня. Он имеет сопротивление, но прячется за меня. Видимо, он считает, что его фантом куда круче моего дракона. А теперь я спрятался за этого человека. За этого димона. Ну и мы пытаемся, ребят, войти вперед. Лаги, ребят, присутствуют. Никуда не денешься. А вот у нас дракон, который прилетел. Надо было внимание на него обращать мне. Но я этого не сделал. Я прикрывал того парня. Ну ладно, ничего не поделаешь. А вот сейчас все-таки надо что-то делать. Потому что дракон бежит, летит со всех ног, свтыкается за маяком. Понятное дело, что он сейчас меня дамажит. И он будет взлетать. Сейчас он ушел в инвиз. Вот он взлетает, ребят. И, конечно же, он захочет ужарить меня. Падает. Вот он падает. Сейчас мы его и отметелим. Свободен. Ну-ка посмотрим, как ты падаешь. Нет? Ты упал не туда, да? Бежим в атаку, ребят. Достояние 500 метров. Вот. Пошел огонь. Сплошной. Здесь тоже в атаку догоняем. Пытаемся догнать хлопца. Он больше уже не телепортнется на базу. Спокойно его догоняем. Без проблем. Непонятно, зачем он побежал, разумеется. Маячок захватить. Бред какой-то. Но он с такими вот пушками. А я телепортнусь. И вот нехило он мне надамажил, так вам хочу сказать. Далее он меня дала стенда. И убил. Очень лёжа играю. Очень-очень-очень непонятно играю. Просто жутко. Я ван моде. Это бульгасайр, скорее всего. А это те самые пушки, которые... Пиздушки. Отлично. Чудом его смогли убить. Маяк так никто и не забрал. Ну что за придурки. Честное слово, ребят. С ума сойти. Ещё маяки у нас забирают. Попытался я. Нет, там я не смогу догнать. Нет, сейчас побегу. Короче, дамага не будет. Это одна беготня. Такой бред. И у меня нет глаза, чтобы отщемить этого парня. Дракон пускай забирает маяк. У нас, походу, на базе маяк забрали. Застанет не получается его. Вот только сейчас у него сработал ласт-тенд. Ой, это антиконтроль. Наконец-то. Убил я локи. Так, спокойно у нас там забирают маяк. Надо идти на базу. Конечно же, разумеется, от меня там толку мало, но надо идти. Хоть пара тысяч дамагов нанесу противнику. Опа, меня застанели, ребят. Две пушки осталось. Вношу дамага сколько могу и убил все-таки. Даже убил, дошел до маяка и погиб смертью храбрых. Тулумбасы, господа, Тулумбасы. Вперед, вперед, на смерть. Летающие драконы, у них очень слабая скорость. По левой стороне Артур это очень-очень обнадеживает. Три маяка действуют на нас, на нас, на нас, на нас. Даже не знаю, стоит ли убивать противников. Пускай летают себе там где-то далеко. Сейчас даже на Тулумбасах очень прокосил конкретно. Не будем торопиться. Будем выстреливать весь барабан. Целый. Опять промахнулся. Лежа вообще не прицелится. Не играйте лежа. Хотя попробуйте поиграть один бок на другой горизонтали. Артур, смотрите, вот она беда. По левой стороне у нас захватывают маяк. Вот тебе и проблема. Я думал там только один Артур. А там уже набежали. Канцелопы, анцелопы. Даже ёпсель-мопсель туда пришёл Титан. Я понимаю, что я Артура уже победить не могу. Абсолютно. Этого-то ещё мог бы завалить, и то вряд ли. Жирный. Пару ракет. Не помогает. Скорее всего, мы проиграли. Отлично. Хоть пускай захватывает маяк. Нет, мы проиграли. Всё, ребята. К сожалению, как ни крути, ау-минг. И я пока долечу, конечно же, мы проиграем. Печально. Отбегал весь бой по маякам. Просто ему чума. А ещё и рука затекла. Поражение. Время вышло. Ребята, это печаль. Тридцать четвёртая операция. Миллион шестьсот. Один. Шесть маяков захватил. Десять фрагов. Три миллиона четыреста. Вот чем он там играл? На чём он там бегал? Парень из клана Одинов. А, ну понятно. Тут фулл зелёный. И ау-минг пятьдесят третьего, и пушки двадцатого. И пушки непростые, а пушки драгуны. Ну, тут понятно. Если б не он, наверное, бы проиграли бы ещё быстрее. Спасибо за поддержку. Ну, вот такие вот у нас бои. Тридцать четвёртая операция у братухи стукнула. Энергоблоки. Зелёный дракон. Всё нормально. Всё идёт по плану. С вами был братуха. В следующий раз попытаюсь снимать сидя лёжа. Это вообще не вариант. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.